Что может быть проще, чем выживать в деревне? А почему он из-под меня уплывает? Нет! Нет! Это мой дом! А как мне её бить-то? Ладно, ребят, вот, за мой счёт. Не понимаю, что ж такое? Да в целом всё проще, чем выживать в деревне. Всем хай, друзья, с вами Юджин, и сегодня мы играем с вами в игру My Summer Car. Это игра, которая очень весёлая, судя по этому смайлику. Смайлик нам говорит, улыбайся, поэтому мы будем улыбаться и будем играть в эту игру. Задача очень простая. Находишь запчасти и делаешь себе тачку. Катаешься, угораешь, в общем, ведёшься как безумный. Ну, то бишь, это игра специально для меня. Меня зовут Оливискон Фалесмани. Да, я знаю, что Евгений на другом языке Оливиескон. О, погодите, мы можем свою собственную фотку сюда вставить? Окей, я сходил в специальную контору, которая делает фотки на документы, и вот что у меня получилось. Ммм, очень хорошо, сразу видно добрый водитель, который ни разу не нарушает правила. Мне нравится. А, вот мы пишем имя, господи, Евгеша. А, это фамилия, ну фамилия у меня такая. Тоже Евгеша, Евгеш, Евгеша. Всё, начинаем, начинаем игру. Евгеша сейчас свой первый автомобиль сделает сам. Он купил себе набор «Собери сам, юный автомеханик». Что это? Я смотрю через какую-то щёлку, как будто бы меня похитили и везут в машине в багажнике. Я с кем-то в багажнике? Может быть, надо поднять голову, нет? Что это? Мой первый опыт с автомобилями не очень приятный. Ладно, мы едем на нашей жёлтой машине, которую мы выбрали. Финляндия, Суоми, 1976 год. Евгеша родился. Это был я, маленький, я родился. Как лунтик прям. Я родился. Теперь загружаем год 995. А, Евгеш вырос. Он живёт в очень сраной хатке. У него всего 3000 рублей. Окей, выходим. Где же наши машины? Поскорее бы. По идее, здесь открытый мир. Тут можно делать очень много всего. Кататься. Находить новые запчасти. Дебоширить. И даже в сауну ходить. Дискеты. Я взял дискеты. И кинул. Физика проработана. Я не знаю, что за дискета. Она исчезла только что. Может быть, в инвентарь попала? Нет сигарет у меня в инвентаре. Я нажал I, и это только сигареты. Нет ничего важнее в этой игре для меня. Хорошо, есть молоко. Как его попить? Блин, не знаю. Оп. Стоп, я употребил? Смотрите, мы поняли. Пьем. Отлично, я разобрался наконец-таки. Пицца. Надо на плиту положить. Пусть греется. Смотрите, какая амбициозная игра. Она не хочет сразу нас к машине везти. Она показывает все свои механики, которых очень много здесь. Ладно, давайте жрать пиццу так. Пиво. Ну-ка, накатим и утоляем жажду таким образом. Итак, что у нас на сегодня? Никаких дел. Мы можем записать. Дела сегодня будут. Еще дела. Немного дел. А потом заслуженное безделье. Так какой это большой дом. Сауна. Я знаю, вы все ждете, пока я начну заниматься машиной, но... Но как же так? Как же заниматься машиной, если ты не принял нормально сауну? Это черпак. А, чтобы воду. Да, воду нужно делать. Нам нужно сначала наполнить ведро водой, конечно же. Ну, что там? Наполняется. Давайте еще и горячую подольем. Ах, наполнили ведро. Не прольется? Не прольется. Значит, аккуратненько ставим. Берем черпак. Оп. И сюда, видимо, да? Черпанули и сюда. Надо дверь закрыть, чтобы температура продолжала расти и нагревалась. Кстати, о нагреве. Как нагреть-то тебя? Вот. О, вот, смотрите. Все по максимуму. Ну-ка, что там? Пипка поднимается? Давайте оставим это помещение на некоторое время. Пусть нагреется. Мы тем же временем выходим на наш дворик. Ах, в какой глуши же мы живем. А вот и ты, машина. Кстати говоря, это та самая развалюха, которая была раньше не развалюха. И в ней я родился. Именно в ней. Фактически это моя мать. Мама, ты захворала. Ничего, я тебя соберу. Эх, как же приятно быть на природе и ковыряться в грязных запчастях своей развалюхи. Не жизнь, а сказка, верно? НЕВЕРНО! Я содолбался, весь вымазан, руки в масле. Как мне теперь держать им телефон, чтобы хоть как-то морально отвлечь от этой вонючей ржавой развалюхи? Точно. Мне нужна какая-нибудь игра, которая увлечет меня с головой и при этом будет играть сама в себя. Такая, как захватывающая сказочная айдол-рпг Мэтт Тейл. Стратегическая рок-лайк игра с увлекательным и непредсказуемым сюжетом, которая играет сама. Мне лишь остается смотреть и кайфовать. И сеттинку игры шикарной. Вот это по-настоящему сказка, только мрачная и безумная. Где я еще смогу возглавить отряд из воинственной Белоснежки и манипулятивной Золушки? И подобных персонажей там целая куча, которые делятся на 6 различных классов и 5 профессий. К тому же у всех свои уникальные способности, которые можно апгрейдить и комбинировать. Я могу отправить свой отряд сражаться с боссами, получать награды и раскрывать тайны этого мира. А сам заниматься ремонтом машины. Эй, слышь, Олух, хорош шуметь! Я на своей частной территории нахожусь, делаю, что хочу. И сейчас я хочу толпить молотком по своей машине. По башке себе долбали лучше! Нет, ну ты сам напросился. Давай, короче. Ты и я один на один прямо сейчас. Давай, давай, понеслась, щенок! Понеслась! Стоп, стоп, мы же про ПВП-арену в Мэттэл говорим, верно? Ну, разумеется. Я просто решил на всякий случай уточнить, что мало ли. Нет, ты чего, я же не варвар какой-то. Да, я тоже. А теперь понеслась! О, битва закончилась. Опа, продуктов нет. Надо в магаз. В общем, я сегодня корову надоил полное ведро, дров нарубил, рыбу наловил, сено убрал, машин починил, устал как собак, вот только у меня быка не корова. Вычит, как насыщенный день. Так и есть, потому что я все это время вообще не прикасался к игре. Она мне еще больше золота надобывала, прикинь? И теперь я смогу купить новых персонажей в свою сказочную команду. И, кстати, в игре сейчас как раз-таки вышло значительное обновление, и появился новый персонаж С-плюс Ахиллес. Выглядит суперстилево и способности многообещающие. Обжигающий небесный огонь, поток реки Стикс, очищающий небесное пламя и другие. Таким героем моя команда станет еще сильнее. И я залечусь с ней в новую ПВЕ-компанию Palace of Abism. Тебя тоже ждет незабываемое приключение, которое ты сможешь разделить со множеством игроков по всему миру. Качай Mattel по моей ссылке в описании, используй промокод MattelNew и забирай шикарные бонусы. Ну, я пошел играть в Mattel дальше. А параллельно я буду выполнять очень много тяжелой и унылой работы по дому. Вот. Вот моя мастерская. Смотрите, тут есть сиденье, которое нужно установить. Это в первую очередь. Опа! Так, мотик. Проверяем, значит, бензобак практически полный. Слушайте, тут так все детально сделано. А я думал, что в лонг-драйве все детально. Ну, нифига. Ой. Так, я нак... Так, а! Как он это сделал? Это самый сбалансированный мотоцикл. А, мы его, короче, сняли с подставки. Теперь надо как-то сесть. Тихо. Войти в режим вождения. О! А! А, вот! Кажется. Мам-мам-мам-мам-мам. Так, хорошо, есть, есть, есть. Мы уже почти уцели. Так, а, вот! Заводим. Это видео покажет вам, насколько я не разбираюсь в автомобилях, мотоциклах и вообще в транспорте. Я умею только на летающих тарелках с гипердвигателем летать. И вы можете это увидеть вот в этом видосе по The Long Drive, где я, наконец-таки, оседлал летающую тарелку. Зацените, всем понравится вам, я уверен. Все, ладно. Бо! Брось. Ты мне брось это. Я так понимаю, мы весь выпуск сегодняшний потратим только, чтобы хотя бы тронуться с места. Здесь можно спать? А, я думал, это можно взять и установить на машину. Нет. Еще рано. Включаем свет. Смотрите, стресс. У меня стресс поднимается. Мне не нравится этот стресс. Вот оно. Домкрат. Как бы его взять? Как мне тебя двигать? Я не понимаю. Вот это что такое? Это крышка капота, да? Поставил. А, как-нибудь получше это можно сделать? Во! Идеально поставил, наконец-то. А не рано ли я поставил? Там же нет ничего под капотом. Так, снять. Быстро. Нет. Снимаем. Брось. Ну ладно, когда учиться, если не сейчас? Если не сегодня? Если не у вас на глазах? Я никогда с отцом не ходил чинить машины. Что вы от меня хотите? И как на экзамене, а рядом учитель с линейкой стоит. И осуждает. И при всем классе осуждает. И не помогает, нифига. Это насос топливный. Ух, хорошо, что есть подсказки небольшие. Я сейчас шпору занычил, поэтому... Альтернатор. Это самый случай, когда шпора даже не помогает. Дистрибьютор. Летающее колесо. Летай. Ладно, вот. Начнем с простого. Фары передние. Тут определенное место есть, куда нужно навести свой курсор, чтобы она заработала и поставилась. Вот. Есть! Почти что готова машина. Ладно, это задние фары. Аккуратно. Отлично. На клей приклеили. Тут запаска должна лежать будет. Ааа, я вот... Вот это как мне... Это нужно будет машину вот сюда аж подвезти. Что это такое? Что это за шланг? Как вы думаете, что случится раньше? Я соберу эту машину или обоссусь? Воздухофильтр. Вот это я, кажется, знаю. Ааа... Или не знаю. Залезем сюда. Ой, блин! Что я сделал? Как мы это сделали? Как мы ее подвинули? Слышите? Что это за шум такой? Это на реке. Ага! Кто-то на моторной лодке катается. Но тут есть еще одна. Я в погоню бросаюсь. Войти в режим... Как? Вот. Раз. Два. Сильнее надо. Два! Твай. Может быть, как-то сильнее нужно? О! Так, отлично! Как повернуть? А вот, поворачиваем. О! Хо-хо-хо! Отлично! У Бати была еще и моторная лодка. Вон они, я их вижу. Идем на перехват. Интересно, он рыбак? На карпа охотился, небось. Он в красной книге запрещено. А почему он быстрее меня едет? Остановился. Рыбачий, смотрите. Говно такое, а? Не в мою смену. Я знаю, что сейчас будет. Но я очень хочу на это посмотреть. Подохни! Я не это себе представлял. Здоров, мужик! Как улов? Нормально, да? У меня есть идея. Пожалуйста, тормози. Как выйти из режима? Как выйти из режима? Тут как-то должно быть... Ой, эй, стой! Он угоняет! За ним! Я уже, кстати, потерял свой дом. Вообще, понятия не имею, где он. Где-то там. Но главное поймать мужика. Стой, я сказал! Сети, прошу. Постой, ради бога. Он сейчас в меня... Стой! Стой, гадай! Он еще обернулся, смотрите. Толстый мужчина без футболки. Толстый мужчина без футболки. Это говорит береговая охрана. Остановите лодку. Остановите лодку. Боже мой, я безнадежно отстал. Это уродская лодка. Моя лодка не такая быстрая. Подождите меня. Повторяю. Подождите меня. Разворачивается. На переход! Остановился. Остановился это мой шанс. Запрыгнуть к нему в гребаную лодку. Мы вышли. Стой! А почему он из-под меня уплывает? Так, давай-ка мы заглушим твой мотор. Нет! Нет! Черт, как же так? Он просто выскользнул из-под меня. У меня что, такие скользкие ноги? Ну ладно, погнали отсюда домой. Опа. Мне не нравится этот дым. И думая об этом, повышается мой стресс. Мне еще смущает, что сверху написано Mortal Monday. Смертельный понедельник. Я делаю все, чтобы он был смертельным. Если это все-таки мой дом, то первое, мы оказывается живем на острове. Второе, банька, возможно, затопилась наконец-таки. Либо он горит нахрен. Он горит! Это мой дом! Нет, моя банька! Хотя, может быть, она уже нагрелась по-настоящему. Давайте разберемся, что там. Так, кажется, сгорела моя кухня. Ааа, как мне отключить тебя? Не могу. О, как быстро распространяется огонь, однако. Все сгорает потихонечку. Надо валить отсюда. Вы скажите, что с баней? Блин, ну не безопасно хранить возле горящего дома склад с сеном и с хворостом. О! Фух, наконец-то заткнулась эта противопожарная система. Так, я как эксперт по пожарам заявляю, что очаг возгорания это моя банька. Не думаю, что я смогу опознать даже этот дом. Он из уродов. О, там мужик где-то беззаботный. Катается на лодке. Так, ладно, здесь уже не горит. Надо подождать, пока он просто догорит. Так, вот моя комната. И жажда у меня что-то. Холодильник-то стоит еще, нет? Кстати, у меня нет хп. А, блин, черт, у меня есть хп. Я все-таки погрелся в бане. Мужчина сгорел насмерть импирожайрви. Но зато я топарился в баньке. То все был кошмар ночной. Сейчас лишь одна задача, это починить чертову машину. Во, погодите. Вот эту штуку мы можем толкать. Это, наверное, чтобы мотор просто положить внутрь. Надо ее вот сюда поставить. Вот сюда. Все, оставили. Хорошо. А, вот. Так легко, оказывается. Почему мне не получалось до этого? А может быть вот так? О, погодите. Опасно. Да ладно, она хотя бы двигается. Ладно, убираем. Чтобы машину сюда привезти, ей нужно сначала на колеса поставить, которых нет. Черт меня дери. Батя, почему ты колеса не оставил? Видимо, у нас нет другого выбора. Нам нужно съездить в город за колесами. Скорость есть. 3000 долларов. Есть! Мы его завели. Это уже победа. Сатана! 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 Малаута! Господи, помоги мне! Да! Это поможет. Молитвы помогут. Что я делаю? Перестань. Сатана! Это ты? У меня в лес куда-то тащат. Нет! Стой! Да куда ты, сатана, меня тащишь? Пусти! О! Как всегда, в жизни учишься в первую очередь плохим вещам. Стоп! G, 1, 3. О! Чуволочь такая. Есть! Значит, G! Он заглох. Вот! Значит, жмем вперед. G! Есть! Я переключался, не газуя. Все, поехали в город за колесами. А что ты на первой скорости еду, как дебил? Ускоряемся. Определяем по звуку, когда нужно менять скорость. Вот так. Хоро... А-а-а-а! А-а-а! Колено продрал и плечо! Так, чуть-чуть понижаем скорость. Да, разгон, разгон. Все. Это я умею. Я вожу хорошо. Я просто в машинах не разбираюсь. Главное, сильно не заворачивать, иначе упадем. Опять продрем себе все. Скорее купить колеса. А-а-а! В лопе! Едем в лопе! Блин! Тихо! Тихо! Ой, боже мой, заносит! Заносит! Строптивый конь, перестань! Что-то не так с ним. Эй, помогите! Помогите! Говнюк! Вот, давайте его возьмем, поставим на дорогу. Думаю, так сойдет. Хорош. Какой-то он стал странный. Че его несет? В конечном итоге все закончилось позитивно, и я смог поехать дальше. А долго ли лопе этот город? Далеко ли еще ехать? Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Куда лопе? Лопе-то в какую сторону? Давайте на указатели посмотрим. Лопенти. А куда? Так, там просто река. Наверное, в эту сторону все-таки. Вижу дом. Отлично, мы в лопене. Лопене. Это все? Это весь город? Два дома и сарай? О, зато есть колонка, я попить хочу. Есть, как все натуралистично. Блин, я приехал в лопене, самый дурацкий город на земле. Тут нету ничего. Поехали дальше. Возможно, это всего лишь окраина лопене. Машина. Стоит машина. Стоит человек. Это тот мужик. Как нам с ним поторговать? Я не знаю, можно ли торговать с ним вообще здесь. О, там жена что-то ругается на кого-то. Ему наплевать. У него в жизни все хорошо. У него и лодка быстрая. И колонка с водой собственная. И жена даже дома есть. А вот так получится с ним поговорить? Хорошо, это никак не влияет на коммуникабельность мою. Здесь, к сожалению, мы ничего не добьемся. И самое забавное, что теперь я хрен домой вернусь. Я вообще без понятия, где мой дом. Будет сейчас очень смешно, если, оказывается, колеса где-то лежали дома. Я просто не посмотрел внимательно. Так, еще пачка домов. Которые невозможно никак заюзать. Просто дома не в тему стоят здесь и все. О, большой город. Очень много машин. Стоп, какая машина. Неужели я доехал туда, куда надо? С 8 до 16. А сейчас сколько? Уже вечереет. Вот, колеса стоят. Опа. Пираджарви. Да, Пираджарви туда, 3 километра. Надо пойти поспать. В этот раз мы баньку не топили. Значит, дом должен быть в порядке. Я неправильно думал про эту игру. Это, на самом деле, выживалка. И я в прямом смысле пытаюсь выжить. Потому что я не знаю, где мой дом. Пираджарва. Мой город родной. А где же мой дом? Как мне здесь ориентироваться? Это настоящий город. Церковь. Я помню церковь эту. Когда я еще был на лодке и эту церковь видел. Это значит, мы совсем не дома. Дом наш, походу, вон на том острове. То есть нам вот такое надо объед... О, боже мой. Тимон и жупа. Это заправка. Отлично. Слышно, там кто-то общается. Давайте зайдем. Так какого хрена? О, пап. Ой, я должен передохнуть после долгого, бессмысленного дня. Так, ну-ка. Вот вам. Они слишком заняты своими разговорами. Так, здоров. Итак, что у нас тут есть? Кофе. Водка. Давайте, конечно же, водки. Спасибо, да-да-да. Где я она? Не вижу. А, рюмочек. А как мне ее пить-то? Ой, 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 я... Извините, извините. Я не знаю, как это остановить. Я не знаю. Я знаю. Извини. Я не знаю, как это остановить. Он бесится от этого. Сейчас, погоди. А я даже еще не выпил, да. Я не понимаю. Ладно, ребят. Я не буду пить. Вот, за мой счет. Давайте, вот сейчас, сосиску, может быть, возьмем. О, пошел готовить, видимо. Я пойду посмотри, что ты не плюнул мне в сосиску. О, здесь можно зайти и посмотреть. Какое тут любопытно. О, смотрите, а можно сесть просто. Может быть, теперь... Ой. Нет, даже сейчас не могу ничего выпить. А, сосиска готова. Ой, выглядит очень хорошо. Не ест он у меня. Может, это из-за стресса? Я не знаю. Сам жри свое говно. Автобус. Куда везет? Из... Да, перчарви. Это я уже здесь. Мне нужно в обратную сторону. Сэр. Ага. Поехали, поехали. Поехали, поехали. Так, я седу подальше. Мне здесь некомфортно. За мотиком потом приеду. Ну, мужик, ну погнали уже. Не понимаю, что ж такое. Па! Че, стой! Стой! Ублюдок! Стой! Я же купил билет! Открой мне! Открой, пожалуйста! Нет! Нет! Ладно, мотик. Остались только мы с тобой. Надо понять, как тебя заправлять. Видимо, никак его не заправлять. Где? Куда он делся? Куда он исчез? Куда исчез мой гребаный мотик? Он пропал. Стой! 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 Я тебя умоляю! Я зайду в автобус. Ты понял меня? Я зайду в этот автобус. Я за него заплатил! Да! Да! Вот что бывает, когда не берешь меня в путь. Посмотрим, как теперь ты довезешь ту бабку до места назначения. О боже, на что я способен в гневе, оказывается. Идем домой. Несмотря ни на что. Мы должны добраться. Вон фонари впереди. Мухи летают. Это, видимо, из-за того, что я грязный. Куда делся мой мотик? Непонятно. Итак, мы на распутье. Направо. И налево. Машина! Как посигналить? Не так! Вот так! Стой! Нам точно в ту сторону. Стоим вот так. Стой! Ааа! Зато я умер позитивно. Перарджавли! Чувак был убит машиной. Почему-то чувак в очках очень похож на меня. Это была игра даже не о машинах, а о реальном выживании. И мы не справились. Но зато справимся в следующей серии. Если, конечно, вам понравилась эта игра, вы хотите увидеть больше ее на канале. Пишите об этом в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить этот новый видос. И спасибо, что смотрели. С вами был Юджин и всем пять!